Итак, приветствую на моем канале. Сегодня очень коротко предлагаю поговорить о таком смартфоне, как Galaxy A35. Уже анонсирован на него предзаказ. Цена не маленькая. Есть здесь как положительные какие-то стороны, которые я в нем увидел. Также есть и довольно значительные недостатки. Цена 14 999. Ну, на скидку это что-то типа 350-370 долларов. Это безумная цена за такие характеристики, забегая наперед. И это в версии 6 128. Ну, смотрим, наконец-то они уже сделали аккуратное отверстие в центре экрана. Это не каплевидный вырез, который здесь у нас отвисал. Это все более-менее современно. Похоже даже чуть-чуть на флагманы. Ну, и цена соответствующая. Если мы помним какой-нибудь A31, A32, там M32, они что ли как обычные бюджетники? Ну, может быть там еще долларов 20-30 сверху. К обычному бюджетнику цена обычного бюджетника была в районе 200 долларов. Тут смартфон стал долларов на 100-130 дороже по сравнению с предыдущими поколениями. И, в общем-то, чем лучше он... Ну, то, что добавили 5G, уже в самой-самой базовой версии есть уже 5G. Есть вот он такой у нас желтый цвет, розовый, черный, ближе вот к белому. Все, в общем-то, неплохо. Но мы постоянно эту цену держим в голове. Даже при старом курсе доллара эта цена была бы, наверное, около 10 тысяч. А это было бы свойственно все-таки серии А50. Потому что А10 это супер бюджетники, А20 это чисто бюджетники, А30 это еще не средний класс. Всегда, начиная где-то с А50, А51, где-то всегда... А52 это всегда где-то вот... Даже серия А70 еще была. А вот серия А50 это какое-то там начало среднего класса. Ну, дальше идут, конечно, уже субфлагманы, там облегченные какие-то флагманы, и потом уже премиальные флагманы и так далее. Но А50, можно сказать, только где-то в А54, А55 вот уже будет. Там, конечно, какие-то признаки среднего класса просматриваются. Потому что А51 был, ну, весь пластиковый, там пластиковая рама. В общем-то, он весь такой был хлипенький. А51 классный был для своего времени, но он, конечно, средним классом вот только с большой натяжкой можно было назвать. Здесь же средний класс у нас вот такой, он вроде как уже появился, но и цена, соответственно, возросла и очень-очень сильно. По характеристикам 6,6 дюймов, как по мне, лучше поставили 6,4, был бы чуть-чуть более компактный, более такой изящный, утонченный. Было бы все-таки какое-то сходство с флагманами. Потому что флагманы маленькие, там какой-нибудь S23, S24, они 6,1, 6,2 дюйма. Те же Google Pixel, базовые версии, они тоже небольшие. Google Pixel 8, он небольшой. Это мазают Zenfone, всякие iPhone и прочие аппараты. Есть обычные версии, есть Pro-версии. Здесь же нам в бюджетниках 6,6, 6,7 дюймов всегда устанавливают. Super AMOLED, ну это нормально для этой ценовой категории. Android 14, Exynos 1380. Не очень быстрый процессор, на самом деле, ну в каких-то моментах проигрывают даже очень-очень старому 778 Snapdragon. Но его можно сравнить, этот Exynos, но с какими-нибудь медиатеками, которые ставятся в аппаратах за 10-11 тысяч. И то они там даже чуть-чуть более быстрые будут. Память в базе 628, это достаточно для комфортной работы, но, повторюсь, у аппарата не появляется какой-то узкой специализации, и про это мы сегодня еще поговорим. 50 Мп стандартно, 8 Мп ультраширик, это 0.5, 0.6х, 8 Мп тоже стандартно, макрообъектив, ну 5 Мп, ну он просто есть. Фронталка 13 Мп, есть 5G, сканер отпечатка в экране, 25 Вт быстрая зарядка, у нас нету разъема 3.5 мм, у нас нету в комплекте зарядного устройства, в общем-то у нас в комплекте особо ничего нету. И 15 тысяч, а сейчас цена довольно странная, как я говорю всегда, 400-450 долларов, здесь же мы вот включаем 256 памяти, у нас цена сразу масштабируется до 16.5 тысяч. Не появилось какой-то здесь, дорогие друзья, узкой специализации. Здесь процессор не игровой, камера не топовая, ну такая неплохая, но конечно не топовая. Здесь нету супербыстрой зарядки. И в общем-то и по габаритам он не суперкомпактный. В некоторых обзорах даже говорят, что довольно большие рамки. Да, они симметричны, может быть они не самые маленькие, но они хотя бы симметричны, нету подбородка, как в более дешевых моделях. Соответственно, если бы версия 6.128, тысяч за 11.5 можно было бы взять. Смотрите, А54 можно взять неофициально, он чуть-чуть где-то подешевел, можно взять за 11, за 12.5 можно взять. Даже версию 8.256 можно взять дешевле 14 тысяч. Хотя А54, ну можно даже сказать чуть-чуть получше. Хотя процессор там идентичный. Но почему-то А54, не знаю, мне как-то изначально он больше понравился. И есть какие-то другие аппараты других брендов, но мы посмотрим, например, для тех людей, кому нужен просто дешевый аппарат в современном дизайне. Motorola G54, вот тоже есть в светлом цвете, в черном цвете. Характеристики здесь чуть-чуть попроще. 6.5 дюйма, OLED-экран, Full HD, ну здесь 120 Гц тоже, в принципе, сопоставимо. Android 13, Snapdragon 195, он, конечно, не сказать, что он супер старый или там супер бюджетный, но он все-таки, можно сказать, позапрошлогодний, потому что был еще 690. И вообще все это что-то типа Snapdragon 765, это классическая графика у нас Adreno 619. Ну это вот такой процессор довольно, ну не сказать, что старый, но, в общем-то, по большей части пожилой. Но, тем не менее, он все тянет, все нормально на нем работает, каких-то серьезных замечаний, минусов по нему нет. Он не сильно греется, не сильно троттлит, не сильно жрет. Вот он просто обычный, просто стабильный, он просто есть. Его ставят в аппаратах иногда даже, там, за 10, 10,5, то есть тут за 9,5 его можно взять. Этот смартфон с этим процессором. На самом деле, в тестах Antutu, вот более новой версии, особенно с хорошим объемом оперативки, он где-то 1460, 470 даже выжимает. 50 мегапикселей у нас основной модуль, ультраширик 8 мегапикселей, каких-то дополнительных модулей здесь нету, ну потому что это макро, я как-то скептически на него настроен. Здесь просто теориально функционирующие модули, которые производитель сюда поставил. Сканталка обычная, тоже из 5G, сканер отпечатка в экране, зарядка 30 ватт, и чехол, и зарядка у нас идут в комплекте. Аппарат заметно дешевле, значительно дешевле объем памяти фантастически, 12 гигабайт в бюджетном сегменте. И в общем-то, если вы так смотрите на Samsung Galaxy A35, не сказать, что он там как-то сильно красивее или сильно дороже смотрится, или здесь что-то принципиально лучшее, ну чуть-чуть более свежий, чуть-чуть более быстрый процессор. И для тех людей, кто хочет тут кайфануть по максимуму, кого не смущат такие китайские бренды, это Poco X6 Pro, его даже иногда можно взять дешевле. Здесь 6,6 дюйма экрана, AMOLED, HDR10, DC Dimming, тут просто по максимуму, Android 14 и Dimensity 8300 Ultra. 8 гигов оперативки, 256 стройка, память FS4.0, он набирает 1,3 миллиона, даже 1,4 миллиона в тесте Antutu. 64 мегапикселя, 8 мегапикселей у нас ультрашерик, есть запись 4К, ну в общем-то все среднерыночно, ну для ценовой категории, если сравнивать, конечно, с китайцами, потому что Samsung для эти деньги может даже какие-то характеристики зажать. А вот китайцы все-таки, они делают аппараты более оснащенными, по этой причине и берут. Это не только Poco или Xiaomi, те же у нас есть, например, Realme, там они делают довольно-таки облегченные флагманы, они периодически к нам попадаются, типа Realme, Neo, вот эти вот, там GT и прочие вот такие интересные аппараты. Они тоже стоят в районе, там, 300, 350, 400 долларов, там уже практически игровое железо, да и здесь, в принципе, довольно неплохо. Сканер, отпечатка в экране, 67 ватт, это очень быстрая зарядка, чехол и зарядка идут в комплекте, габариты плюс-минус те же самые, смотрится аппарат, ну, достаточно интересно. Ну, конечно, минус это Xiaomi, встроена вот эта навороченная оболочка, нужно что-то отключать, не все хотят с этим заморачиваться, и опять же тот факт, что Xiaomi можно взять, например, в магазине где-то подешевле, ну, вот, начиная, там, за 12,5, за 12,700, можно взять официальные за 14,000, а можно взять из Китая по распродаже, наверное, тысяч за 10,5. Многие берут, кто-то хочет, кто-то не хочет, но, тем не менее, эти смартфоны все еще присутствуют на рынке, и опять же, если кому-то школьнику на подарок, просто по максимуму гонять игры, человек берет, вот, он не будет думать, сколько там он проработает, гарантия, сколько там лет, человек просто берет по максимуму гонять все игрушки, снимать что-то для своего канала, вот просто какой-то кайф получает, да, есть какие-то минусы, но человек берет смартфон по максимуму, все эти функции использовать, и потом, когда он там устареет или придет в негодность, человек уже может его там продать, сдать в ремонт, или еще что-то делает, ну, и 1,3 миллиона баллов, это, конечно, в общем-то, недостижимая цифра для многих брендовых смартфонов, вот за такие деньги, там, подобное железо у Samsung, конечно, есть, и такие есть процессоры, там, и у компании Snapdragon, там, это все есть, но это будет стоить совершенно другие деньги. Китайские аппараты делают это дешевле, опять же, это не реклама китайских аппаратов, сам себе я такой аппарат не планирую брать, но для тех, кто хочет поиграть в игрушки, такой вариант, кто хочет делать фотографии, это у нас Google Pixel, а кто хочет просто нормальный аппарат на каждый день, не хочет ни с чем заморачиваться, даже вникать в какие-то характеристики, просто YouTube, там, Telegram, Viber, там, WhatsApp, чуть-чуть Instagram, Facebook, поиграть в какие-то, ну, такие простенькие игрушки, вот, берете Moto G84 и пользуетесь себе в удовольствии. Здесь будет плохо работать беншиным, так, ну, так он как-то будет работать, так он и здесь, на этом A35, он не сказать, что топово пойдет. Хотите игры, POCO X6 Pro, все остальное, это более дешевый, такой среднебюджетный аппарат, и более дорогой среднебюджетный аппарат. А что, понравилось вам? Вы, как всегда, можете написать в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok